Доброго времени суток, дамы и господа. Совсем недавно стартанул первый сезон дополнения Dragonflight. Разумеется, общий итем левел вещей поднялся. Теперь мы можем не фармить рарников, с которых падали 385 вещицы, теперь мы можем фармить мифик плюсы. И само собой, если у вас уже заранее был высокий гир, вы пошли в ключики повыше. И проходя 11 ключики, мы лутаем различные интересные вещицы, как эпики, так и расходуемый реагент выпал довольно-таки интересный. У многих людей возник вопрос, что это вообще такое, для чего это нужно и стоит ли оно вообще того, вообще нужен ли этот предмет в целом. Давайте постараюсь абсолютно на все эти вопросы сегодня ответить. И я думаю, у вас вообще сложится полное понимание о том, что для чего это нужно, как это юзать и как полезно это можно использовать. Начнем же. Что у нас получается? Как уже сказал ранее, мы проходим, например, 11 ключики, без разницы таймер, не таймер, мы получаем изначальное средоточие. Также, по-моему, убивая босса в героическом режиме, тоже падает изначальное средоточие. Насчет нормала, не знаю, мы убили 4 героев босса вчера, нормал, потом пойдем. Вот, с боссов в рейде тоже иногда падает, это изначальное средоточие. Что за реагент, что за предмет вообще, что за красивый такой синий шарик? Объединить 10 средоточия с сотней изначального хаоса, чтобы создать изначальный настой. Ну, тут немножко ошибка в локализации, немножко ошибка в переводе, не знаю даже в чем проблема. По факту, этот предмет называется первичный настой. И этот первичный настой немножко разгоняет уровень рецепта, рецепт становится сложнее, таким образом скрафтить пятый ранг становится, да, тяжелее. Но при этом мы можем получить вещицу от 395-го этом левела до 405-го. Это реально круто, это замечательно. Таким образом я себе уже сделал ожерелье, и таким образом я себе уже сделал пояс. Стоит заметить, что вместе с первичным настоем тратится искра искусности. А искра искусности все-таки как-никак, это реагент редкий. То есть мы получили их только пока что две. Будем вылутывать искру каждые две недели, и потом с февраля, говорят, вообще они будут сыпаться как мусор. Ну, посмотрим, что будет в феврале. Дожить еще нужно до этого времени. Первичный настой, как было сказано ранее, объединяется с искркой. Мы получаем мощную шмотку. Таким образом, да, можно выгодно реализовать свои искры искусности. Также, если вы ранее уже крафтили шмотку с помощью искры искусности, и она у вас там 386-го этом левела, 389-го, до хоть 382-го с одноранговой вещицей, то можно через заказ закинуть этот первичный настой, и все будет в целом окей. То есть вам выкрафтится шмотка высокого этом левела. Я вот могу пояса, например, крафтить. Частные заказы можете кидать на моего ДК, что-нибудь придумаем. Что еще сказать? Первичный настой можно получить и не ходя в какие-либо такие активности. Если мы откроем сводку драконьих островов, то увидим, что за 25-й уровень драконьей экспедиции дают первичный настой, и тут прям очень хорошо все расписано, для чего именно он нужен. Также это можно увидеть у кентавров аналогично. То есть еще до старта сезона я мог скрафтить такие вещицы. Вот, дальше. У искарских клыкаров это все идет на 30-м уровне, на максимальной, собственно, известности. У союза Вальдракена тоже на 30-й. У вас, собственно, происходит выбор, да? То есть либо вы ходите какие-то активности, чтобы выкрыть из себя высокие вещицы, ну, либо качаете известность. Надеюсь, вопросов станет меньше касательно этих изначальных средоточий, и уверен, вы реализуете их правильно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. Берегите ноги, моете руки. До скорого!